МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. В работе строительных организаций в Нарьенмаре наблюдается замедление темпов. В связи с этим глава Неницкого округа проинспектировал ряд объектов строительства, жилищной и социальной инфраструктуры. Порядка 100 пациентов из Неницкого округа получили квалифицированные консультации у врачей из московской клиники МЕДСИ. Это стало возможным в рамках соглашения о сотрудничестве между региональной администрацией и московской медицинской организацией. Поселку Искателе необходим новый спортивный комплекс. С такой инициативой выступили местные футболисты в рамках проекта НАО-100. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Погорельцам дома 12 по улице Строителей, что в поселке Искателей, предоставили материальную помощь. В общей сложности на выплаты пострадавшим от пожара, который произошел 28 октября, из окружного бюджета выделили более 5 миллионов рублей. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона сообщил Сергей Свиридов. По информации профильного окружного ведомства, для пострадавших от пожара предусмотрена единая компенсационная выплата. Для собственников жилья в связи с утратой единственного жилого помещения она составляет 100 тысяч рублей. Также предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей каждому из членов семьи для приобретения предметов первой необходимости. Кроме того, округ оказывает государственную социальную помощь малоимущим гражданам. В детском саду «Кораблик» будет запущен пилотный проект системы электронных пропусков. Монтаж необходимого оборудования начнется на этой неделе. Планируется, что родителям будут выданы карточки, действие которых ограничено временем работы учреждения. К примеру, по такой карточке нельзя будет прийти раньше или позже графика работы детского сада или школы. Кроме того, в дошкольных учреждениях будет дополнительно установлен допуск в групповые ячейки. Таким образом, родитель сможет зайти именно в ту группу, где находится его ребенок, в определенное время. Для родственников дополнительно требуется доверенность. Также ведомством было проведено обследование образовательных учреждений для дальнейшего размещения подобных систем безопасности. Всего на территории Нарьинмара и поселка Искателей находится 47 зданий, где можно будет реализовать проект в случае успеха пробного. В работе строительных организаций в Нарьинмаре наблюдается замедление темпов. Об этом накануне в ходе еженедельного оперативного совещания заявил Александр Цибульский. А сегодня глава Ненинского округа проинспектировал ряд объектов строительства жилищной и социальной инфраструктуры. О ходе работ и сроках сдачи объектов расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Один из первых объектов, куда отправился Александр Цибульский – школа на улице авиаторов. В настоящее время строители ведут отделочные работы в помещениях, где будет располагаться начальная школа и проводят подготовительные работы к отделке основной школы. Также губернатор проинспектировал ход строительства домов по улицам авиаторов и Первомайской таковылка. В ходе рейда были осмотрены и объекты благоустройства. Один из них – сквер портовикам. Дополнительное освещение. Обновили все стеллы, списки с фамилиями, поставили дополнительное освещение на сам памятник. Следующим объектом куда отправились инспектирующие общественная территория возле ресторана «Тиман». Там подрядчики намерены сделать зону парковки автомобилей, пешеходную дорожку, а также фотозону. А эта зеленая зона, здесь будет проход, состоянка, ступенька, а здесь панды для инвалидов. Ну и малые форты. Там олень, малые формы уже пришли. Не пришли, мы заказали. Потому что секретарьный бур, который не решает, вопрос доставки сюда из Москвы. Не хотят грузовые самолеты там брать. Посмотрим. Губернатор посетил и спортивную площадку возле школы номер 5. Здесь для горожан установлено многофункциональное спортивное оборудование – скамейки и качели. Зона отдыха и спорта отделена от проезжей части металлическими ограждениями. По итогам рейда Александр Цибульский поручил профильному ведомству в ежедневном режиме контролировать работу строителей, сверя их планы с результатами реально выполненных работ. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Порядка ста пациентов из Ненецкого округа получили квалифицированную консультацию у врачей из Московской клиники МЕДСИ. Это стало возможным в рамках соглашения о сотрудничестве между региональной администрацией и Московской медицинской организацией, которое было заключено 1 ноября этого года по инициативе губернатора округа Александра Цибульского. Тему продолжит моя коллега Ольга Русул. Гинеколог, уролог, хирург и травматолог-ортопед, узкопрофильные специалисты из Московской клиники МЕДСИ. Специально к приезду этих врачей окружные медики подготовили список пациентов, которые по показаниям нуждаются в оказании специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по данным профилям. И уже находятся в федеральной системе в листе ожидания своей квоты. Всего порядка ста человек. Для того, чтобы проконсультировать пациентов врачами, как терапевтами участковыми, так и специалистами, то есть хирургом, гинебологом и травматологом, был проведен определенный отбор пациентов для, так скажем, более углубленной консультации специалистами. Было отобрано в среднем по 30 человек каждому специалисту, то есть порядка где-то 120 человек, 4 врача-специалиста посмотрят на сегодняшний день пациент. Медицинский центр МИДСИ, с которым было заключено соглашение, отличается высокомодернизированным оборудованием. Это единственный центр в России, где используется роботическая система Довинчи. У нас очень хорошая клиника, современная, хороший стационар с очень хорошими условиями, оснащенная операционная. Есть уникальные технологии, которых нет в других клиниках нашей страны. Мы выполняем, например, эндоскопические операции на щитовидной железе без разреза на передней поверхности шеи. Мы удаляем камни желчного пузыря вместе с желчным пузырем через два прокола, в отличие от других клиник, которые удаляют через четыре прокола. Делаем лепароскопические операции при грыжах вентральных, при грыжах пищевых отверстий диафрагмы, при опухолях желудочно-шечного тракта. К каждому из пациентов особый подход, если в ходе консультации выясняется, что в перспективе все же необходимое оперативное лечение пациента направят в Москву. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям Неницкого округа за счет средств федерального бюджета в рамках обязательного медицинского страхования. Назначаю, какое обследование необходимо. Если есть все показания к операции, то забираем к себе в Москву на оперативное лечение. А расскажите, как у вас там происходит? У вас в клинике где-то они должны останавливаться? Они сразу госпитализируются? Нет, почему? Они сразу госпитализируются. Мы их ставим в график операции, уже они приезжают непосредственно к нам в стационар, и все. Необходимость снимать жилье какое-то или гостиницу такой нет. Среди тех, кто приходил, действительно большой процент тех, кому нужно оперативное лечение. С ними обсуждены объемы операции, объяснены нюансы этих операций, и запланировано лечение. Но уже с организационной точки зрения будем решать с Викторией Владимировной и Филипповой, которые заведующие женской консультацией. Думаю, что все получится. Ежегодно в специализированных медицинских организациях страны высокотехнологичную медпомощь получают порядка 350 пациентов из Нинницкого округа. Однако одно из предложений от самих жителей – рассмотреть возможность проведения таких операций на местах. Когда могли бы приехать врачи, также по договору прооперировать людей и уехать. Это было бы намного проще и удобнее всем. Добавлю, за счет средств окружного бюджета компенсируются затраты жителей на проезд к месту лечения и обратно. Такая социальная помощь оказывается также тем, кто направляется на получение специализированной медпомощи и для прохождения обследования за пределами региона. И в продолжении темы здравоохранения. Онлайн-встреча для учащихся медицинского класса 4-й школы с ректором, деканами и преподавателями Северного медицинского университета прошла накануне. Кроме того, школьники имели возможность задать вопросы министру здравоохранения Архангельской области Антону Карпунову и специалистам областного министерства образования. Подробности далее. В конференц-зале 4-й школы все готово для проведения круглого стола. Участие в нем принимают не только наринмарские школьники, по ту сторону монитора, будущие медики из Северодвинска, Мирного, Коряжма, Архангельска. Все они приготовили вопросы, ответы на которые надеются получить из первых уст от представителей университета. Ну, во-первых, какие там предметы будут, как они будут проходить. Ну, нет, и все, наверное. У меня есть вопросы, например, по поводу, как проводится обучение, будет ли практика, например, на каких-то препаратах натуральных. А то просто сейчас очень распространено, что все искусственное, вот мне интересно в этом плане, как это будет проходить. Да, такие встречи нужны, чтобы дети из других городов узнавали больше об институтах. Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов рассказал школьникам об особенностях целевого поступления в медицинский университет. Представитель Министерства образования Ирина Попова отметила значимость профильных классов, и медицинских в частности. Такие конференции в медицинском классе теперь станут регулярными. Специально для этих целей в школе было установлено оборудование. В настоящее время такие круглые столы очень полезны для учащихся, потому что они заведомо узнают ту информацию, которую не могут узнать на Ренмаре, так как мы достаточно далеко находимся от этого университета, и не каждый из детей может посетить этот вуз и пройти по всем факультетам, которые там присутствуют, и познакомиться воочию с деканами факультета, с ректором факультета, даже с министром здравоохранения Архангельской области. Кроме того, для учащихся медицинского класса организуются университетские субботы. Во время них ребята имеют возможность пообщаться с преподавателями университета, послушать лекции. Например, в эту субботу для них провели лекцию по медицине. В Заполяре завершился федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Тренинги проходили на базе Ненецкого регионального центра развития образования. Как пояснили организаторы, программа проекта специально разработана для женщин, которые находятся в декретном отпуске, на учете в службе занятости, а также матерей несовершеннолетних детей. Тренинги проводили специалисты Центра развития бизнеса Ненецкого округа. Проект реализуется Корпорацией малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России». С организатором и грантодателем выступает благотворительный фонд «Амвей» в ответе за будущее. На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Минэка и Минтруда. Официальным партнером мероприятия выступил Банк Открытия. В Нарьинмаре проект проводился при поддержке регионального отделения общественной организации «Союз женщин России». Мы продолжаем знакомить вас с инициативами жителей округа, которые поступают на портал «Народный контроль» в рамках проекта НАУ-100. На сегодняшний день их 56. Напомним, что проект станет дорожной картой по реализации на территории Ненецкого округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным, и стратегией развития региона до 2030 года. В следующем материале расскажем об инициативе искательских спортсменов. Виктор Шатыло уже 15 лет тренирует юных футболистов в поселке Искатели, желающих посвятить себя самому популярному виду спорта в мире, хоть отбавляй. Но есть одна проблема – отсутствие специализированного спортивного зала со стандартным полем для игры в мяч. «На сегодняшний день в Заполярном районе в Искателях самое большое муниципальное образование, в котором нет спортзала. То есть элементарно. То есть это центр, где проводятся районные соревнования. То есть на сегодняшний день они проводятся в школе, либо в Дюсша, поселке Искатели, где зал, там волейбольная, баскетбольная площадка. То есть я вот работаю тренером 19 лет, тренирую детей в Искателях. Вот сегодня у меня было 20 человек на тренировке. Вот зал меньше, чем баскетбольный зал. То есть там размер 12 на 24. Это, грубо говоря, половина поля стандартного мини-футбольного. Поэтому Виктор предложил в проект «Нао 100» свою инициативу строительства в Искателе современного спортивного зала. Его начинание уже сейчас поддержали футболисты всех возрастов. Участник клуба «Искатели» Александр говорит, стандартная площадка для игры в футбол – это необходимость. «Спортзал стандартный, нам очень необходим, потому что мы когда тренируемся и играем здесь, а потом выезжаем в другие регионы, например, нам видно, что очень непривычно и неудобно играть там. И вот если был бы спортзал, то результаты наверняка были бы лучше у нас значительно во всех возрастах». Сейчас единственным качественным полем для игры в футбол в Нарьинмаре остается спортивный зал Дворца спорта «Норд». Чтобы удовлетворить потребности всех желающих побегать с мячом, время для игры здесь ограничено. «Оно и нужно чаще, чтобы тренироваться. И, конечно, нужно зал со стандартной площадкой желательно, потому что у нас есть подрастающая молодежь перспективная, которые выезжают на всероссийские соревнования. То есть они тренируются не на стандартной площадке, приезжают туда, там стандарт. Им тяжело первое время, период адаптации пока. Они там раскачаются, разбегаются». Строительство спортивного зала с футбольным полем в поселке Искатели – это стратегически важный проект, уверены спортсмены. Ведь тогда можно будет решить проблему занятости подростков в свободное время. Появится больше возможностей у тех, кто уже занимается спортом. «В первую очередь хотелось бы отметить, что в Искателях живут очень много народу, живет, скажем так, да. Более 8 тысяч, может 8 тысяч. Поэтому детей у них также много. И спортивного зала такого, скажем, чтобы с настоящими стандартами нет. Поэтому для детей это очень крайне важно, потому что они занимались этим видом спорта, особенно для подрастающего поколения». Напомним, что прием инициатив от жителей региона продолжится до 25 ноября. Лучшие из них выберут сами жители. В программу НАО-100 войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Вадим Н Н Ольга Русул